всем привет друзья меня зовут ярослав вы смотрите citrus.ua мы только что поиграли в диабло 3 на нинтендо свитч это все та самая старая игра которую мы все с вами проходили на пока на playstation xbox и перина из портативном формате и вы знаете совершенно новое ощущение с одной стороны практически с точки зрения механик ничего нового но с другой стороны такой интересный экшен рпг в портативке мы пока что еще не видели ближайшее что в голову приходит этот титан квест на ios но опять же это все таки не то управление не тот кайф и титанка все-таки не такая классная игра как диабло что изменилось но в первую очередь графика не стало хуже несмотря на достаточно упрощенная железо nintendo switch и удивительно но blizzard даже в этих ранних билдах удалось достигнуть очень приятного фреймрейта и полного отсутствия лагов ты за всю игровую сессию ничего не дергалась никаких просадок даже в самых жестких замесах когда на экране буквально происходит это очень круто во вторых опять же есть поддержка игроков до 4 то есть мы вот здесь играли с ребятами рандомными на зоне которые стояли вместе с вами в очереди четыре встреча объединяются в парке и вы естественно можете вчетвером одновременно играть или опять же онлайн то есть все еще можно добавлять друзей в онлайн пока неизвестно можно ли будет играть с nintendo switch параллельно с друзьями с playstation или пока blizzard пока не дает никаких ответов на этот вопрос возможно это произойдет потому что в принципе никаких технических ограничений для этого нет и сегодня blizzard уже доказала что хорстон могут работать с мобильными и пока я думаю что с диаблой таких проблем возникнуть не должно версия под nintendo switch будет включать для себя уже все существующие дополнения которые выходили для ябл для все время плюс некоторые уникальный контент но они опять же будет точно известно позже особенный кайф осознавать что вся эта история работает опять же и на телевизоре и в вашем портативном формате в общем blizzard на самом деле снова доказали что они большие молодцы все хотели diablo 3 на свече и мы его все-таки получим точная дата релиза неизвестна но исходя из того что я спрашивал у местных ну вроде как в этом году но никто точно дать не называет я думаю что скорее всего это ноябрь декабрь спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал хорошего дня вам и яркого настроения с gamescom 2018 пока